Восемь вечера в Украине. Итоги информационного дня подводим в подробностях на интере в студии Алексея Фадеев. И вот некоторые темы выпуска. Тарифы на тепло вырастут с 1 июля. Соответствующее решение приняла сегодня Нацкомиссия по регулированию коммунальных услуг. Первый в стране чиновник уволен за двойное гражданство. Кто он, этот закарпатский госслужащий? День катастрофы и героизма. В годовщину восстания в варшавском гетто евреи поминают жертв Холокоста. Менялы вне закона. Кто зарабатывает на обмене валют и куда уходят потоки черного валютного нала? Смотрите специальный репортаж подробностей. Экспресс-развод за 50 евро. В какой стране решили не портить нервы тем, кто не сошелся характерами? Итак, начинаем. В Одесской области убийство молодого мужчины едва не спровоцировало народное волнение. Что заставило сельских жителей выйти на улицы и как полиция будет решать ситуацию? Подробнее Андрей Анастасов. В село Троицкое под Одессой местные жители спонтанно собрались на сходку после жуткого убийства. 34-летнего Андрея Перекитного до смерти забили ногами. Во время следственного эксперимента очевидцы рассказывают, Андрея избивал односельчанин Вячеслав Лазарев прямо посреди села. Причиной стало ДТП. Их машины столкнулись. Говорят, Лазарев наносил удары с особой жестокостью примерно полчаса. И все, кто не подходили, толпа была, все боялись подойти к нему. Он был такой разоренный. Он на нем прыгал. На трупе прыгал, танцевал, прыгал. Уже на убитом человеке. 27-летний Вячеслав Лазарев, бывший сотрудник милиции. Сейчас работает в пенитенциарной системе. Охранником в колонии. Уже задержан, но отказывается давать какие-либо показания. Объявлено подозрение в совершении преступления по нанесению тяжких телесных повреждений, по улегшим смерти. Вынесена санкция судом арест без залога. Сестра погибшего рассказывает, несколько лет Лазарев вместе с друзьями буквально терроризировал село, прикрываясь связями в правоохранительных органах. На их счету утверждает и избиение, и даже убийство. Он избивал девочек, избивал парней, лежали в реанимациях. На все эти случаи закрывались всегда глаза, потому что запугивали всегда свидетелей, всегда всем затыкали рты. Вот и сейчас, уверяют селяне, свидетелей запугали, поэтому они боятся говорить, что в жестоком убийстве Андрея Перекитнова участвовало еще несколько человек из буйной компании Лазарева. Должны все наказание получить, потому что очевидцы говорили, что они все били там, все издевались над этим парнем. Мы этого дела так не оставим. Сколько можно запугивать народ? Мы уже молчать не будем, терпение лопнуло. Чтобы потребовать справедливого расследования, жители Троицкого даже вышли на митинг. В полиции пообещали, будут объективны. Погибшего Андрея уже похоронили, у него остались престарелые родители, жена и две дочери. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесская область. И теперь к другим темам выпуска. Тарифы на тепло вырастут почти в два раза уже с 1 июля. Сегодня это уже окончательно утвердила Нацкомиссия регулирования коммунальных услуг. Горячая вода и отопление подорожают на 75-90%. Тариф будет зависеть от предприятия теплоснабжения. И как объяснили в НКРЭ, повышение связано с решением Кабмина установить единую цену на природный газ для бытовых потребителей и производителей тепловой энергии. С 1 мая стоимость топлива более 6800 гривен за 1000 кубометров. Ну и кстати, менять цену на газ для потребителей Кабмин сможет ежеквартально, если для этого будут предпосылки. Таково решение правительства. Но сегодня на заседании обсуждали другие темы. Какие? Расскажет Анна Каменева. Пасхальные праздники закончились и министры в полном составе собрались на заседание. В Минздраве отчитываются, несмотря на выходные, начали развозить по областям вакцины против кори, краснухи и паратита. 13 регионов нашей державы уже отримали. Это иммунобиологический препарат. И мы планируем завершить развознение препарата до конца дня 6 травм. Развозят также лекарства против туберкулеза для онкобольных и больных с ПИДом. А вот в Кабмине с дефицитом медпрепаратов планируют бороться, упростив их регистрацию. Все это антикоррупционный крок. Зарегулировано все настолько, чтобы взять качественный препарат, которым лекуются граждане Европейского Союза, доставить в Украину нереально. Всю крок выпьют, но этот препарат не запустят. Надо открывать рынок, а это все будет сопротивляться изменению цен на лекарство. Премьер призывает нардепов не откладывать дело в долгие ящики, проголосовать за документы уже на следующей неделе, как и за отмену налога на пенсии. Обратился Гройсман и к местным чиновникам. Требует создать дополнительные места в детсадах, а для школьников закупить автобусы и учебники. Не хватает денег и на автомобили полицейским. Глава МВД просит дополнительно 43 миллиона гривен. Для закупки 86 автомобилей внедорожников, на забеспечение внедорожниками специальных подразделов полиции зоны антидеррористической операции. И тут же получает деньги из казны. От правоохранителей премьер же требует обеспечить безопасность во время празднования Дня Победы, а ветеранам в канун праздника обещает помочь финансово выплатить по 400 гривен в помощи. Анна Каменева, Даниэль Косаковский, подробности, телеканал Интер. К нам едет МВФ. Работать Международный валютный фонд во главе с Роном Ван Руденом в Киеве будет с 10 по 18 мая. Миссия продолжит политические дискуссии с украинскими властями и изучит условия, на каких Киеву предоставлять третий транш кредита в размере миллиард 700 миллионов долларов. Эти деньги Украина не может получить еще с сентября прошлого года. Фонд ждал, когда уладится ситуация вокруг правительства Украины и парламентской коалиции. В группу стратегических советников по поддержке реформ в Украине войдут не более 15 человек. В основном это будут украинские, польские и словацкие эксперты. Об этом рассказали сопредседатели группы Иван Миклаш и Лешик Бальцирович. Они сегодня впервые вышли к прессе. По их словам, в Украине нужно сосредоточить внимание на укреплении финансовой системы, экономическом росте, реформе судов и прокуратуры, децентрализации и приватизации. Реформация должна быть сделана прозрачно, транспарентно, открыто с компетицией. Значит, когда мы говорим о больших, значительных предприятиях, там надо иметь стандартные международные тендеры. Самая большая угроза реформ это популизм, считают в Совете по поддержке реформ. И тем не менее, Лешик Бальцирович увидел в Украине начало экономического роста. Мы не знаем никакой страны, никакой страны в мире, которая бы после таких трудных условий, начальных условий, начал быстрый экономический рост, ощущаемый почти всем. Если будет перерыв реформ, тогда эти начала экономического роста, самые вероятные пути, не удержаются. А у кого-то экономический рост не прекращался. Бизнес с долларовым запахом и нескончаемым потоком валюты. Кто зарабатывает на нелегальных обменках и почему деньги, которые могли бы идти в бюджет, проходят мимо государственной кассы. Елена Зорина нашла несколько таких пунктов и вот что узнала. Яркие вывески, выгодный курс и никаких документов. Вот что отличает нелегальную обменку от легальной. Подсчетом общественных активистов работает по-черному чуть ли не каждый второй такой пункт. Метро Лево-Бережное. Здесь валюту можно поменять на каждом углу. Вместе с общественными активистами направляемся в один из таких ларьков. Можно столько поделиться? Без паспорта и налогов. Это танцы выдают или нет? От руки, потому что принтера якобы нет, как и разрешительных документов. Эти татуировки мы купили в данной установке. На это нам выписали вот такой вот чек. Вызываем полицию, кассир кому-то звонит. Журналистами общаться не хочет. А на что вы затыляете? А на что вы меня снимаете? Начинает телефоновать продавчиня или продавец до так званого смотрящего или до человека, который безусловно уже может забрать деньги. Чтобы не могли увеличить, ее, как правило, эту сумму перекидывают. Какие-то люди. Через полчаса приезжает полиция и следователь, но документы не появляются. Будь-якую документацию вы вообще не можете надать сейчас. Приезжают и те, кто должен бороться с экономической преступностью. Куда-то долго звонят, просят не снимать. Мол, на комментарии неуполномочены. Разбудут и что-то выучат еще? Хлопцы должны, так, протоколом огляду выучить, а не выучить. Продавец кофе напротив рассказывает, не так давно эту обменку уже закрывали. Ребята с бирками Майдан и какой-то дядя с ними такой серьезный. Закрыли у них там что-то, какие-то проблемы с документами были. Но потом я так общался с хозяевом, а ходить все наладил, вроде бы нормально было своей работой. Кассира теперь уговаривают открыть дверь. После долгих уговоров девушка открывает, но внутри валюты практически нет только гривни. Активисты всматриваются в стену. Секрет фокуса говорят в этой сквозной дыре. А это уже другая обменка. Тоже в спальном районе увидев нас, у пункта появляются защитники. Кассир немногословно. Минута растягивается на несколько часов. Два патруля полиции, их начальство, следователи и сотрудники по борьбе с экономической преступностью. Кассир не сдается, периодически вызывает частную охрану и никому не открывает. Адвокат Андрей Тарасов убеждает правоохранители, лукавят. Речь идет о административном правонарушении. Не же имеют права вытащить водителя, разбив стекло, если он не хочет выходить из машины. Под протокол провели личный осмотр, осмотр вещей. Тем более, если МАФ стоит незаконно, не будет считаться проникновением в собственность. Активисты подозревают, может кто-то кого-то покрывает? Более 2000 пунктов обмена валют только в городе Киеве, которые являются незаконными. Если правоохранитель не может себе позволить прийти и назвать таксу 800 долларов, и я закрываю все вопросы с правоохранительными органами, то это уже ступень, которая переходит все грани. Есть прокуратура, которая, насколько я понимаю, занимается. За квитань-берзень 2016 года, то количество незаконных пунктов обмена валют снизилась в разы. Правоохранители убеждают, у них просто мало полномочий, нужно менять законы. Сейчас наказать можно разве что кассира штрафом до 750 гривен. В этом пункте с продавцом договориться не удалось. Правоохранители и активисты забрались на подоконник, но даже так рассмотреть кассира не смогли. Что там, никого? Никого нет. Да не видно никого. Может подсказать. А как там? Пощелка в этом. Спустя несколько часов начали разъезжаться. Как продавца валюты, так и ее выручки не увидят. Елена Азурина, Евгений Каминский. Подробности в телеканал Интер. Продолжаем выпуск. Немедленно предоставить Украине безвизовый режим. Такую позицию по завершении правской встречи МИД государств Вышеградской четверки и стран Восточного партнерства озвучил министр иностранных дел Венгрии. Петер Сиярто подчеркнул, что Украина выполнила все необходимые требования и заслуживает скорейшего решения этого затяжного вопроса. Борьба с теневой экономикой или попытка в будущем вообще перейти на безналичный расчет? Зачем в Европе изымают из оборота купюру номиналом в 500 евро? И что делать тем, у кого эти крупные банкноты припасены на черный день? Татьяна Лугунова подробнее. В 500-ком твердое европейское нет. Европейский центральный банк решил больше не выпускать купюры такого крупного номинала. Банкноты лилового цвета. 16 сантиметров в длину и 8 в ширину будут постепенно изымать из оборота. О решении прекратить выпуск этих евробанкнот объявила пресс-служба Европейского центробанка. Официальная причина – борьба с теневой экономикой и международным криминалитетом. Мол, такие купюры часто используют, чтобы скрыть доходы от уплаты налогов, либо рассчитаться за нелегальные услуги или товары, не привлекая лишнего внимания. Для примера, миллион евро – это 200 тысяч купюр по 50 евро, общий вес которых 184 килограмма, в 500-ках значительно меньше. 20 тысяч купюр, 22 килограмма легко уместить в большой кейс. Соответственно, изъятие этих крупных банкнот из оборота значительно усложнит жизнь преступникам и мошенникам. Впрочем, некоторые эксперты подозревают, у ЕЦБ куда более амбициозные планы. В будущем вообще сделать все расчеты безналичными. Уже сейчас во многих странах еврозоны установлены лимиты на оплату живыми деньгами. Теперь вот упраздняют пятисотки. А там очередь дойдет и до купюр номиналом в 200 и 100 евро. Решение Европейского центробанка на жизнь рядовых граждан особо не повлияет, согласно соцопросам. Большинство жителей еврозоны банкноту номиналом 500 евро никогда не держали в руках и видели только по телевизору или в интернете. Тем же, у кого такая купюра припасена на черный день, тоже не стоит волноваться. Менять в банках их будут неопределенное время, пока банкноты полностью не исчезнут из оборота. Татьяна Лугнова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Лондон прощается с Борисом Джонсоном. Эксцентричному мэру сегодня выбирают замену. Джонсон возглавлял британскую столицу два срока и мог бы избираться бесчетное количество раз, но его амбиции оказались выше. Кто заменит харизматичного блондина и почему этот день назвали суперчетвергом, расскажет Светлана Чернецкая о нам в Лондоне. Выборы в Британии всегда проходят в будни и чаще всего именно в четверг. Я сейчас нахожусь возле избирательного участка, где утром проголосовал британский премьер Дэвид Кэмерон с женой. А для лондонского мэра Бориса Джонсона сегодня последний день работы на этом посту. В прошлом году он решил больше не баллотироваться в мэры. Аналитики прогнозируют, что Джонсон вскоре может стать конкурентом Кэмерона. Сейчас он медит на пост главы консервативной партии. Ну а дальше его цель – кресло премьера. Вместе с женой Джонсон проголосовал еще утром. Конечно же, мне очень грустно уходить. Я чрезвычайно благодарен за работу, которую мои сотрудники сделали за последние 8 лет. Следующим мэром Лондона Борис, конечно же, видит коллегу по консервативной партии Зака Голдсмита. Преемственный политик, аристократ, выпускник престижного Итана, Голдсмит имеет все шансы возглавить британскую столицу. Ему 41, у него четверо детей и второй брак. Первая жена была из знаменитой автомобильной династии Бентли, вторая из не менее известной династии банкиров – Ротшильд. Голдсмит в топе самых богатых депутатов британского парламента благодаря миллиардному наследству отца. На его стороне не только поддержка Джонсона, но и премьера Кэмерона. Но борьба за кресло мэра будет очень жесткой. По последним опросам, красавчика-миллиардера опережает сын водителя автобуса из многодетной семьи пакистанских мигрантов Садик Хан. Либорист, юрист Хан был министром транспорта в правительстве Гордона Брауна. И очень вероятно, что он станет первым мусульманином в кресле мэра Лондона. Кроме Хана и Голдсмита баллотируется еще 8 человек, но у них крайне мало шансов. Кроме Лондона, сегодня голосуют во всех уголках Великобритании. В Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии выбирают членов местных парламентов, в Англии – муниципальных советов. Поэтому журналисты уже окрестили этот день «суперчетвергом». По прогнозам, партии лейбористов грозит серьезная потеря мест по стране, а местные националисты будут укреплять свои позиции. Большинство результатов выборов должны быть известны уже завтра, в том числе и имя того, кто станет новым мэром Лондона. Светлана Чернецкая, Иван Ермаков. Подробности – Британское бюро телеканала «Интер». Дальше снова Украину и тоже немного об увольнении. Первый пошел. Геннадий Москаль сдержал слово и уволил чиновника, у которого оказалось двойное гражданство, кроме украинского, еще и венгерское. Кто же этот чиновник и как оправдывается, Марина Коваль расскажет. Чиновником с двойным гражданством оказался главный педагог Береговского района. Проработал начальником управления образования 12 лет. В прошлом году получил венгерское гражданство. Мало того, якобы Василий Лендил пользовался своим загранпаспортом для пересечения границы. Об этом заявил Геннадий Москаль и сообщил. Информацию получил по электронной почте от анонима. Официальные службы ее подтвердили, говорит губернатор. Маючи паспорт громадянина Угорщины и, мабуть, не маючи дуже великого розума, значит, постійно на контрольно-пропускному пункте с украинского державного кордона Лужанка и Косино надавав его для перетину в Угорщину и в зворотному напрямку. Чем задокументировал в себе 22 разы. Теперь в течение трех дней Василий Лендил должен быть уволен, так гласит закон. Впрочем, только в этом году Лендила трижды пытались уволить. Причина – на должность начальника райуправления образования назначен с нарушениями процедуры. Лендил судится. Что же касается поездок за границу по венгерскому паспорту, говорит, совпадение. Я не имею гражданского гражданства. Мало лендия Ласлови в Угорщине. Так, может, что-то совпадает. Юристы говорят, двойное гражданство в Украине запрещено. Став гражданином другой страны, украинский паспорт нужно сдать. Эта норма действует давно. А теперь чиновников за двойное гражданство будут наказывать. Вычислить чиновников с двойным гражданством будет непросто, считают юристы. Иностранные государства информацию о своих гражданах, как правило, называют конфиденциальной и не разглашают. Геннадий Маскаль надеется только на сознательных граждан, которые будут сообщать о таких скрытых чиновниках соответствующие органы. Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер. Закарпатская область. В эти минуты в Бердянске Запорожской области началось шествие бойцов полка АЗОВ, посвященное двухлетию создания подразделения. Ему предшествовал целый ряд скандалов. В обл. администрации даже грозились запретить мероприятие. Почему? Узнаем у Александра Пантелеймонова. Он сейчас как раз в Бердянске. Саша, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, все подробности. Да, Алексей, добрый вечер. Буквально 15 минут назад начался марш полка АЗОВ. Надо сказать, что сейчас сам полк располагается в окрестностях Мариуполя, но шествие проводят именно в Бердянске, где два года назад и было укомплектовано подразделение в том виде, в котором оно было тогда, около 200 человек. Подготовка к маршу не обошлась без скандала. Копию ломали вокруг факельного шествия, которое запланировал гражданский корпус АЗОВа. Губернатор Запорожской области Константин Брыль выразил опасение, что картинку этого шествия с факелами могут использовать российские пропагандисты. Слова чиновника подхватили СМИ. Некоторые написали, мол, Брыль обвинил полк в подготовке провокации для России. И, по всей видимости, привязывая это дело к делу Станислава Краснова, бывшего главы гражданского корпуса АЗОВ Крым. Зимой его задержали сотрудники СБУ, подозревают в госсмене подготовки терактов. И якобы он получал деньги и задания из России непосредственно. И вот до сих пор по его делу идет следствие. В итоге в гражданском корпусе АЗОВ заявили Брыль, мол, дискредитируют их полки, должен быть уволен. Но сегодня губернатор заявил, его слова исказили, претензии у него были только к факелам, но не к подразделению. Пошли на мировую и АЗОВцы, и от факелов в итоге отказались. Факельное шествие, я знаю, как может быть интерпретировано нашими недругами. Я это имел в виду. Если вы считаете, что губернатор, генерал-майор СБУ говорит о том, что АЗОВ финансируется с Россией, ну извините, тогда я сумасшедший. Мы согласны, что если вызывают какие-то сложности, именно проявления сами СМИ, мы готовы отказаться от них. Но это не значит, что мы отказываемся от деятельности, направленной на то, чтобы показать, что Бердянск это украинский город. Ну и сейчас, собственно, шествие продолжается. По центральной улице, до этой площади, которая является конечной точкой, пройдут несколько сотен бойцов. И здесь уже располагаются до 10 единиц техники. Пока все проходит спокойно, без инцидентов. Алексей. Саша, спасибо вам большое за информацию. Напомню, это Александр Пантелеймонов, который находится в Бердянске, где сегодня празднуют двухлетие создания полка АЗОВ. Идем дальше. Трагедия на Яваривском полигоне. Один военный погиб, двое ранены. По предварительным данным, это произошло во время стрельбы из гранатомета АГС-17. Граната разорвалась слишком близко. От расчета трое солдат получили ранение. Их доставили в госпиталь. Одного медикам спасти не удалось. Известно, что все трое срочники. ЧП пока не комментируют ни военные, ни прокуроры. Говорят, выясняют все обстоятельства. И теперь о ситуации в зоне АТО. Эпицентр обстрелов украинских позиций сдвинулся восточнее по линии фронта. В районе села Луганское. Это дебальцевское направление. Побывала Ирина Баглай. Вот парень, который погиб в день первого перемирия. Ему было 23 года. Еще утром фотографировались вместе. И вот горестная весть с нулевой позиции. Прямое попадание гранаты. За неделю, которую в зоне АТО огласили мирные, в подразделении трое погибших. Боевики пошли в тихую атаку. Объявили охоту на военных. К нам зашла группа ДРГ рано утром, на рассвете. И просто расстреляла двух наших ребят. Один из них попал в плен. Одного парня стреляли прямо в лицо. Это было просто хладнокровное убийство двух отдыхающих людей, безоружных. Расстреляли, а напоследок заминировали вещи. В одном из рюкзаков погибшего товарища армейцы нашли монку, управляемую мину. Не сомневаются, действуют российские наемники. В полутора километра уже их капитальные укрепления, где прячут и тяжелую технику. Каждую ночь военные фиксируют вылазку диверсантов. Действуют небольшими группами, а то и вовсе в одиночку. Одного из таких Виктор засек прямо возле позиции. После этой встречи у Виктора остался шрам от ножа диверсанта. Пришлось идти в рукопашную. У военных строгий приказ не стрелять. Все, что есть, автоматы и гранаты. Только для обороны. Когда идет загроза, когда близко враг подбирается, тогда уже можно застосовывать. Этой ночью армейцам на Дебальцевском направлении пришлось наблюдать вражеский огонь всю ночь. Пулеметы и снайперы наемников стихли только под утро. Ирина Боглая, Андрей Костюк, Руслан Терентьев из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. В Днепропетровске неизвестные облили зеленкой и забросали мукой нардепа-оппозиционера Александра Вилкула. Тот приехал на встречу с ветеранами. В территориальном центре Вилкула ждали около 70 участников Второй мировой, но их присутствие не остановило нападавших. Муку бросали пригоршнями, а зеленку разбрызгивали из шприцев. Несколько десятков полуидиотов, полунацистов пытались сорвать нашу встречу с ветеранами. Как они это всегда делают? Так подло. С зеленкой, с мукой, с самодельными бомбами. На самом деле мы знали о том, что будут провокации. Зеленку, конечно, мы отмыли. Но вот только грязь с души этих негодяев, которые пытаются спекулировать на самом святом и нападать на стариков. Наверное, не отмоется никогда. Невероятный акт вандализма в Бабьем Яре. Вчера вечером, накануне Национального дня памяти и скорби еврейского народа, группа неизвестных сожгла флаг Израиля возле одного из символов Холокоста – миноры. Мужчина-свидетель происходящего сделал вандалам замечание и вызвал полицию. Злоумышленники бежали, однако их действия зафиксировали камерой видеонаблюдения. Мэр Киева Виталий Кличко назвал произошедшее издевательством над памятью жертв Холокоста и обратился к правоохранителям с просьбой как можно быстрее найти вандалов и привлечь их к ответственности. И вот как прокомментировал произошедшее посол Израиля в Украине Элиаф Белоцерковский. Это, конечно же, явление, которое не происходит только в Украине. Но, тем не менее, мы считаем, что нужно бесконкоммунистно и решительно бороться с такими проявлениями и сделать все возможное для того, чтобы такие преступления не возобновлялись. И в эти минуты в Киеве проходит памятная церемония, посвященная дню катастрофы и героизма европейского еврейства. Представители еврейской общины Украины вспоминают жертв Холокоста. Ну и главная памятная церемония сегодня, безусловно, в Израиле. Страна поминает жертв одного из самых страшных периодов в истории еврейского народа. За годы Второй мировой нацисты и их пособники истребили 6 миллионов евреев. Рассказывает Сергей Услендер. Самому старшему из них 100 лет, самому младшему 87. Шесть человек, чудом выживших в аду концлагерей гетто, зажигают шесть факелов в память о 6 миллионах евреев. Так в Израиле отмечают день катастрофы и героизма. В этот день, в 43-м году, началось восстание в Варшавском гетто, первое в оккупированной нацистами Европе. Интересный факт. Те, кто уцелел, как правило, живут до глубокой старости. Будто долгая жизнь стала наградой за их страдания, а может для того, чтобы они как можно дольше рассказывали о пережитом. И у каждого история такая, что волосы дыбом. Маше было 14, когда началась Вторая мировая. В 16 он оказался в Освенциме. Мать и сестер убили, а в лагере он встретил отца и провел с ним три недели. Потом исчез и папа. Маше тоже должны были уничтожить, но ему невероятно повезло. Когда мне выбивали на руке лагерный номер, то не добили одну точку в цифре 9, и она была похожа на семерку. Всех, у кого была девятка, в тот день увели, и никто не вернулся. И я вдруг понял, что останусь жив. И я жив, единственный из нашей семьи. На этом мемориале почти тысяча имен. Евреи из польского села Бензин. Все как один, уничтоженные сразу после оккупации Польши. Все, что осталось от этих людей, от целого местечка, только имена и обугленный лист Торы из горевшей синагоги, которую сожгли вместе с людьми. После войны группа израильтян, среди которых был мой отец, выживший в Холокосте, отправился туда. В Бензине не осталось ничего еврейского, только развалины. Но один местный житель, услышав, как наши разговаривают, вышел к ним и сказал, что узнает язык. На нем до войны говорили его соседи. Он принес этот обгоревший лист и сказал, что хранил его много лет. Так и начался этот мемориал. Этот уцелевший лист Торы венчают слова, от которых мороз по коже. И слышу голос брата своего из-под земли. Шесть миллионов погибших. Такое число трудно объять разумом, учитывая, что в Израиле живет не намного больше. Известно только половина имен погибших, поэтому акция «У каждого есть имя» срока давности не имеет. А над Израилем воют сирены в память о всех и каждом, чьи имена известны или пока нет. Нет в этой традиции никакого пафоса или особого двойного смысла. Смысл-то как раз очень простой. Хотя бы раз в год на две минуты остановись, вспомни погибших и подумай, как такое вообще стало возможным. Сергей Услендер, Алена Боярская. Подробности телеканал «Интер» «Израиль». И далее к другим темам. Так далеко зайти не удавалось ни одному французскому журналисту. Засекреченный автор репортажа сумел проникнуть в мусульманскую радикальную группировку, показать методы вербовки и выяснить, почему же французской полиции так трудно вычислять преступников. Есть ли реакция властей? Подробнее София Гордиенко. Я мусульманин того же поколения, что и убийца из Батаклана. Спецрепортаж был снят одним человеком. Ни его имени, ни лица в кадре, ни его голоса не будет. Полгода он провел с теми, кто готов сражаться за Аллаха везде. И в Азии, и в Америке, и в Европе. Чтобы понять, что движет этими людьми, как их вербуют и как обучают. Все, что видел и слышал, снимал на скрытую камеру. Мусульмане, которые предпочитают держаться в стороне. Сколько еще вы будете спать? Автор искал радикалов в салафистских мечетях Франции, но нашел в фейсбуке и сети Телеграм. Здесь ему рассказали, где собираются симпатики ИГИЛ. А один даже провел сеанс вербовки. Ты входишь, выбивая ногой дверь и стреляешь до тех пор, пока тебя не убьют. Ты знаешь, что смертники не чувствуют боли. И нас тут же заберут в рай. И там твои женщины тебя будут ждать. Хочешь, брат? В итоге журналист провел с будущими смертниками 6 месяцев. Он настолько втерся в доверие, что ему даже поручали закупку оружия. То, о чем подозревала полиция, подтвердилось. Все солдаты Аллаха закомплексованы и исправлены в семей. Впрочем, французских зрителей потрясло другое. Вычислять этих людей должен спецотдел жандармерии по борьбе с преступлениями в сети. Но, как оказалось, никто из всего отдела не владеет арабским. Мы используем Google Translate. Перевод, конечно, приблизительный. Что касается слежки в Фейсбуке и Телеграме, это вообще невозможно. Французский закон, оказывается, запрещает создавать полицейским фейковые аккаунты в сетях. Репортаж бьет все рекорды по просмотрам. Но будет ли на него реакция властей? Точно не в ближайшее время. Во Франции, как и в Украине, майские праздники. София Гордиенко. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Ну, французские жандармы пока не подхватили идею новозеландских коллег. Хотя она уже стала вирусной. Так в каких странах копы танцуют как могут, рекламируя свою работу? Об этом и не только в нашем обзоре. Соратники премьера Матео Ренци подмочили репутацию правящей политической силы. За последние дни трое членов Демократической партии Италии попались на горячем. Одного обвинили в манипуляциях стендерными процедурами. Второго задержали за хранение марихуаны и гашиша. Третьего за связи с мафией. Экспресс-развод. Во Франции одобрили поправку к закону, которая позволяет расторгнуть брак без суда. Если супруги не имеют претензий к друг другу, они могут обратиться к нотариусу и оформить развод за 50 евро. Ченнинг Тейтум снимает эротическое шоу для женщин. Он выпустил промо-ролик программы. На видео актер прогуливается по дому, где мужчины с обнаженным торсом моют посуду, играют с собачками и демонстрируют мускулатуру. Тейтум – бывший стриптизер. На реальных событиях из его жизни основаны фильмы «Супер Майк» и «Супер Майк XXL». Шотландские полицейские подхватили танцевальный вызов новозеландских копов, которые зажигали под хит 90-х. Также свое видео выложили правоохранители Нью-Йорка. Изначально полиция Новой Зеландии записала клип, чтобы привлечь на службу новобранцев. Ролики набирают сотни тысяч просмотров. Еще один зажигательный танец от президентской четы. В сети появилось видео, где Барак и Мишель Обама плясали с героями киносаги «Звездные войны», роботом R2-D2 и имперскими штурмовиками. Так они отметили день «Звездных войн». Всего за несколько часов клип посмотрели почти три миллиона раз. Паразит Брэд Питт. Тайский ученый назвал в честь американского актера новый вид паразитических ос. Исследователь долгое время изучал насекомых в своей лаборатории, которую украшал плакат голливудского красавца. Поэтому и решил использовать его имя. Ученые впервые вырастили двухнедельный эмбрион человека. В лаборатории эксперимент прекратили за день до конечного разрешенного срока. Но и этого времени хватило, чтобы понять, как начинает формироваться тело эмбриона. Эти знания помогут ученому совершенствовать репродуктивные технологии. В Перу упал кокаиновый самолет. Спецслужбы сбили легкомоторное судно, на борту которого было 270 килограммов кокаина. Самолет принадлежал наркоторговцам из Боливии. Пилота задержали. Его пособник сбежал. Очень вежливый аллигатор позвонил в дверь американке из Южной Каролины. Момент снял на видео сосед, выгуливающий собаку. В кадре хищник скребется около двери и дотягивается до звонка. К счастью, хозяйки не было дома. На этом выпуск завершен. Следите за развитием событий на нашем сайте подробности.ua. А в прямом эфире увидимся уже завтра. До встречи на Интере. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова